да и вот вы вот все вот это сразу реализуете настраиваетесь упражняетесь делаете это регулярной практикой которой это вам дается легко и что-то не дается вы сразу же это до привыкая к вот этому про активному коучингом отношении к жизни вы сразу же формулируйте это в формате вопрос или запроса так это не у меня не получается но я не сдаюсь я задаю вопрос как для себя так и для тебя что это как это можно сделать лучше как ты мне можешь помочь если самому не получается вместо того чтобы залипать но и типа и висеть в этом беспомощности а да про ресурс еще хотел дополнить все таки сначала вы делаете коллекцию из трех типов ресурсов по проверяете насколько интенсивно и насколько быстро их можно вызвать и если вы если какой-то не срабатывает их просто перебираете идете к другому не задерживаясь идете к другому пока нервная система не переключится на тот который будет работать сейчас потом пройдя несколько раз вы можете вы решить что для моей проблемной ситуации для моего вот дракончика демона то что меня муле делает мне беспомощны прямо сейчас нужен ресурс другого плана то есть я сейчас могу расслабиться но для этого нужно быть собранным решительным но если вы прошли три типа ресурсов можете не можете вернуться и поискать уже после расслабления еще решительный ресурс чтобы уже пластично вот и несколько раз можете провернуть что ваш ресурс был интенсивней горячее чем ваш вот этот самый дискомфорт барьер почему то что вас муляет только шо работала с ресурсом и безопасным местом с клиенткой отлично мало того ваш успех в работе с клиентом имеет несколько ресурсов вам может понравиться ну то что у вас получилось вам может понравиться ну то что вот мы сами хватаем я часто переживаю эти потрясающие погружение с клиентами ну вы помните да я люблю оперировать вот этой мифологическим пространством вот это сказочным пространством и в этой сказке я оказываюсь и сам мало того я помогаю развеять вот этот туман обыденности который помогает клиенту видео это не только как бы тяжелое испытание это не только какая-то тягостная реальность а это ну реально какой-то мифологический путь героя это волшебство и иногда я дорисовываю картину клиента предлагаю вот это мне напоминает этот образ и мы как бы слагаем общую общий образ и это тоже иногда работает он может писаться нет ну тут нужно уметь уметь понимать такова реальность психотерапии на травмотерапии иногда она происходит в каком-то ну скажем волшебном пространстве магическом когда действительно бывает так что люди потрясены как как будто бы я считываю то что у них там в тумане неосознанно подбираю слова которые именно у них вот и иногда это результат анализа иногда просто вот какой-то там тоже вот этот резонанс работают и пусть работает пусть будет отлично прекрасно я считаю что если вы не заставите себя потратить немножко времени еще и на эти практики мы сделаем ежедневно казалось бы и так много дел еще это делать еще отвлекаться то у вас появится больше времени во первых это немножко успокоит помните я говорил о том что в общем что очевидно на самом деле в период вот этих вот дестабилизации в период неопределенности очень важно что были маленькие опоры регулярности структуры то что мы делаем с уверенностью что это нам понятно и это реально успокаивает часть нервной системы и делает вас немножко более устойчивыми и уверенными психологически устанавливать но если вы привыкаете вот этим вот самым делаю регулярно там в определенное время зарядка упражнения которые в принципе там две три минуты пять минут они занимают мало времени даже если вы боитесь что а вдруг важное дело если вы привыкнете так война войной а это обед по расписанию это я делаю регулярно если прямо сейчас не нужно кого-то спасать я могу отодвинуть другие дела вы будете потрясены какой мощный эффект этого будет эффект иметь на и вашу нервную систему и вашу продуктивность так вот чему я клоню если вы не пожалеете времени сил на вот эти структурирующие время активности вы обнаружите что вы успеваете намного больше как минимум потому что вы меньше терзаетесь меньше вот это вот изматываете себя меньше сомневаетесь и делаете меньше лишних движений и вы успеваете больше там правда добавляется такой как это компонент между коучингом и психотерапией по сути психотерапевтический но по факту он необходим во всей вот этой а коучинговой концепции уметь говорить нет в большом смысле этого слова уметь отложить дело которое на языке модного коучинга да которая кажется срочным в пользу реально приоритетного дела уметь сказать это я завершу позже сейчас нужно доделать это или сейчас нужно восстановиться покушать но потом вернуться к этому делу пропланировав его но ты эти удивительные вещи они кажутся ну как бы это но это образ жизни каких-то там сверх продуктивных людей там кремниевая долина то есть это не для обывателя который очень эмоционален который не так развита на самом деле веник трудно сломать целиком но легко размотать и по мелочам сделать маленькие шажочки они друг друга подкрепляют маленькие упражнение ц и в этом концепт вот этого сама нейросоматического подхода понимающего психофизиологии этой работы меньшими усилиями больший результат глобальный результат и вот того смотря оказывается не ничего такого принципиально невозможного нет чтобы изменить свои привычки изменить свой характер даже изменив привычки которые прошиты вот все вот эти привычки беспомощности оказывается да не не так сложно их изменить изменить свой характер действительно стать измениться на уровне идентичности привыкнуть быть другим человеком чувствовать другим человеком соответствует там проявлять больше инициативы и чувствовать в себе больше уверенности силы идентифицировать себя не с тем кто типа ну идет по тем по конечку по жизни а создаем намного легче чем кажется просто мы оперируем в данном случае не столько преодолеть изнасиловать себя сколько на творческую компоненту это творческого ребенка внутри себя с исследованием с интересом иногда противопоставляя творчество или принятие внутренней критики она в этом в этом путешествии всего лишь один из пяти персонажей нужный но не главный напоминаю еще один концепт который был у нас и и пожалуй упражнение на эту тему я буду делать как отдельный тренинг давно обещанная но вы уже умеете оперировать вот этими переключениями с какой позиции я сейчас включаюсь диалог кто во мне главный я имею ввиду то вот это архетипы по эрику бёрну что каким духом одержимы мы в данный момент что-то лучше отражает что имеется в виду да дух спонтанного ребенка дух жертвы угодливого ребенка дух нарицательного вот этого родителя критикующего родителей все принимающего родителя конкретного взрослого который по делу неважно уже теперь ли кто виноват это мы обсудим позже нужно решать что делать и опять же обсудим позже не с целью наказать оценивать лучше и передав вот эту концепцию напоминаю вам что маленькие вещи делать очень ценно а вы себе прописываете ага что я все таки начну делать когда сколько раз ставите напоминалку привыкая связывать все эти техники упражнения не с критикующим родителям типа надо себя преодолеть вот боже сколько я не смогла сделать сколько не смогла важно что сейчас я буду оперировать спонтанным ребенку интересно можно без терзаний эксперимент не получилось сделать попробую еще раз попробуй по-другому найти свой спонтанный игровой вариант делать это что действительно до игровой вариант делать все что угодно всегда продуктивнее да думаю что это одна из причин по которой маленькая украина все-таки противостоит вот этому самому вот этому бордору просто у которого невероятное количество вот этой мясной силы вот этих вот железного оружия что-то люди которые креативят все время шутят везде и всегда сразу же ориентируются при нужен пока креатив идет мы более продуктивные вы тут оказывается более продуктивно те воевали всю жизнь этим учатся воевать только по сути с 2014 года все учились делать прямо на ходу не говоря уже примере израиля который вообще только 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 организовался вообще пришли вот эти беженцы вообще полуголые и ищи и вообще ошалелые тут против них вся громада арабских армий этих вы потому что не только потому что там типа научились и потому что умные а потому что в любой ситуации всегда шутим всегда что-то придумываем по-то потому и психотерапевты и коучи тоже оттуда же в каждом есть вот этот самый еврейчик вот который может петь когда он там где-то там в плену может со всеми в нем есть талант с каждым договориться но кроме того кто пришел именно для того чтобы убивать но тем не менее с большинством и так далее но это я также вот расшатывать эту нейропластичность через юмор шутки и так далее будет здорово если прямо сейчас и поставите все задачи и вплетете в них именно творческий компонент делать это творчески и вплетете и стратегии тоже да мы говорили что вот этом когнитивно поведенческом подходе не всегда нам доступно ставить цели преодолевать препятствия ну как вот сейчас вот они определенность планировать и будущее очень сложно нужно альтернативные планы но мы можем работать над вашими стратегиями над тем как мы формируем соответствующие качества как мы справляемся со сложностями и получается так чтобы на внутреннем пространстве мы возвращаемся концепту типа мы сошли с рельс и все поломалось нет мы вернулись на рельсы и даже если непонятно куда не прокладывают мы идем и перед собой прокладываю и мы можем их повернуть если что-то пойдет не так а это уже как бы интеллектуальная работа с выученной беспомощностью мы придавали много значений эмоциональная работа с выученной беспомощностью много внимания телесной работе но и тиркальная работа тоже она также отражается на всей нашей вегетатики на нашем гормональном балансе на нашем мышечном тонусе наши пластичности на всех этих уровнях о что-нибудь пишем ну так счастье из вас я прощаюсь я имею в соцсетях также была запись для всех если интересно что это за проект и остальные видео пока они еще в доступе пока еще можно присоединиться к этому курсу напишите мне в личку об этом так в нашей основной команде уже такой выдержавший тяжелейшие испытания сейчас пробую увеличить чат чтобы видеть еще не сделала так а о сложности сложно отличить в теле где ощущение от эмоций в смысле различить ощущение эмоций где фактически физический дискомфорт от болезни или усталости действительно трудно и пока тренируешься на самом деле ты просто делаешь все то есть находишь дискомфорт чувствуешь его и примеряешься а какие эмоции чувствую связи с этим даже если но как бы там не за перетруженные мышцы где-то какая-то там какое-то нарушение осанки просто рано она болит в любом случае есть эмоции связанные с этим она не бывает без воз это может раздражать это может вызывать досаду это может вызывать печаль и мы приучаемся вот все 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 на раскопать и назвать чем делать это чик 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 очень быстро очень быстро и легко и ты по-честному то можешь себе там записывать я не знаю что причина следствия то ли вот эта боль следствие того что ну там внутри вот эти сомнения то ли сомнения появляются из-за этого физического дискомфорта и невыносимости но назвав иногда ты начинает проясняться в голове всегда проясняя как только что-то всплывает стараюсь понять что откуда почему и что с этим делать тогда если уже этот навык более-менее настроен тогда на языке телесного узла попробуй определить не попробуйте вообще-то это для всех попробуйте определить какой из компонентов остается в тени то есть иногда бывает не без очень полезным распознать вот я легко идентифицирую мысли но мне трудно уловить эмоции мне просто там нет просто распознать ощущение в теле телесные процессы но я не могу распознать эмоции или что там за противоречие внутри какие мысли связаны и вы заметьте что у вас в тени остается тренируйте это да а к предыдущему вопрошающего трудно отличить физическую усталость физический дискомфорт от эмоционального один из показателей если вы признали это ну то есть по-честному попали у вас вот внутреннее страдание дискомфорт напряжение уменьшается боль сама может не пройти там дискомфорт может не пройти но вот внутренние терзания мысли второго рода они усугубляют и мы этого можем не замечать вот этот процесс то что ребят иногда делать что-то неправильно когда мы вот терзаемся плену какого хрена она болит то что это такое так вот как только мы назвали правильно напряжение уходит дополнительная избыточная есть при и может произойти что-то вроде принятия поле что поделаешь заниматься делами а терзание не отпускает значит что там не распознано не признано не принято и тогда имеет смысл сразу по телесному узлу бах-бах-бах-бах-бах он чтобы у нас быстро делался андрей а а мог бы ты описать вот этот компонент противоречия мыслей я не очень его понял ну то есть я понимаю что мысли я их ну могу смотреть но ты вот сказал противоречивые мысли все я не очень не очень въехал конфликт мыслей ну типа когда ты вот терзаешься чем-то и у тебя в голове это неправильно так не должно быть они не должны так поступать я должен быть я должен нормально на это реагировать и не должен по этому поводу психовать мысли второго рода они преувеличивают страдания уже как ее называют забыл геометрии прогрессии короче назовем данная в геометрической прогрессии я об этом то есть я с этим не согласен это неправильно не должно быть так если это не приводит к действию который облегчает то просто ну как терзает и все это да нам нужно вывести этот конфликт а как он как как это как это решается ну типа я допустим хочу кого-то послать но я верю что так нельзя делать что тогда надо объяснить что нет ты можешь послать это типично для телесного узла когда ты делаешь все по этапам когда ты внутри вот распознал импульс и и нахуй и знаешь у тебя чаще всего если у тебя желание выпустить напряжение легче тела как-то да да если нет не отпускает нужно что-то сделать такого нельзя допускать ты перебираешь компоненты что там еще не хватает что еще можно сделать думаешь слушаясь ну нормальными простыми не обидными словами донести я собой так не буду поступать иной раз вопрос не к противнику а к себе что ж ты тряпка типа не можешь ответить в этом случае может помочь ответ ну больше говорил когда там ну не нужно там виде геройствовать если ты там на базаре со стелка теткой которая скандалит всю жизнь там типа где-нибудь на привозе и на ее уровне ты проиграешь но для внутреннего пространства будет достаточно посмотреть на нее и сказать вы мне хамить почему не хамить сформулировав это как вопрос вызвать у нее мгновение замешательства и в этот момент дофамин может там под подключить суша я это вечер я ответил ну вот эти вот вещи могут сработать мы сих пропустить по поучередно опять же спасибо так новая ресурсная фраза появилась отлично не буду тебя спасать и сразу отпускают а на это частные вещи это знаете как ресурсные вещи при если вот проводить инвентаризацию вот так что я писал рассказывал вам и предлагал там вот сделать этот процесс страничку для ресурсов страничку для барьеров их можно пополнять и у вас тогда как отмычки эти ресурсы есть универсальные ресурсы и есть частные ресурсы для каких-то ситуаций временные и чем больше вы о них думаете вы с ними играете тем больше вы привыкаете к мысли суши есть простой способ чуть-чуть там вернуть себе гибкость и выйти из беспомощности он всегда должен быть в доступе если вас сильно там потрепало чтобы сильные защитные вот эти механизмы подать ступор тогда нужно регулярно их вот перебирает там раза находить маленькие ресурсы маленькие радости большие перебирать их чтобы хоть на какое-то время нервная система переключалась с вот это вот перевозбуждение отката на хорошее состояние гибкие ну и вы гибкие были еще в том чтобы менять диспозицию свою я снаружи в проблеме или в решении я внутри а с собой то я если не могу изменить ситуацию с собой я не буду беспомощным со своей реакцией все-таки становлюсь гибким и получается что даже те люди которых поразило вплоть до депрессии и панических реакций все-таки распознают что не но я я все-таки имею с власть над своими переживаниями понимаете почему я их использую что их предало тело не привыкли ну как в мирное время что более-менее я могу отвлечь себя кофейку попить там что-то поделать доброе и отпустила а тут друг раз что не делай только хуже мое тело меня предало и у больше не доверяю и тогда вы делаете акцент на этом да у тебя может быть такая фигня действительно появился такой компонент которого ты боишься но это не про всю жизнь и мы вернем тебе вот эти способности большую часть своих реакций я контролирую меньшая часть реакции не такая уже и ужасная вот мало того как кирилл говорил она бывает спасает жизни на самом деле она не такая плохая она у нее есть место во внутренней системе так наверное еще одну штучку надеюсь что вот это вот в инстаграме запечатлится потому что кусок не записал да вроде как без проблем он не любит больших и видео наверное имеет смысл простым вот этим техника методом добавить еще одну концепцию внутреннего ландшафта внутренней территории там я даже вот в предыдущих занятиях про вот эту работу с так называем психогеографии говорил до формы с которыми на которых мы можем рисовать карты с чего мы работаем линия там из прошлого в будущее на которой есть барьеры ресурсы линия которую нужно перейти там какая-то что-то что делать необходимо но страшно как линия которыми переходим там я говорил о квадранте пути герои героя который мы проходим циклично я говорил о том что мы представляли себе внутренние эго состояние но сегодня я предложил концепт как архетипы по эрику берну потому что их проще преподнести как магию что значит мы в нас есть разные персонажи как будто бы дух вселяется в нас это удобно просто как идею и для игры и для визуализации использовать и мы оперируем вот эти вот представлениям даша я предложил вам когда внутри внутренние критики внутренняя жертва там разыгрывают вот это внутренний конфликт только шума говорили на внутренний конфликт ты должен это делать ты должен ты не должен сдаваться и это ужаснейшая драма когда жертвы жесточайшего насилия и насилие реально винят себя они подыгрывают подыгрывают вот это вот долгое время висела же эта социально одобренная тема типа она сама это спровоцировал ну понимаете да просексуальное насилие вот она была это она виновата поражает то что многие склонны так думать и в нас есть такая настройка так вот когда мы обнаруживаем вот эти вот мы говорили о том что мы обнаруживаем себе и внутреннего критика и внутреннюю жертву и иногда они нас драма настолько сильно что даже если распознали и поняли их доброе намерение все равно не попускает там не разрешен конфликт то в тот момент когда мы смотрим на них со стороны мы их отслеживаю визуализируем вдруг конфликтный момент уходит то есть а я понимаю что ты для меня делаешь ты меня пытаешься уберечь я понимаю что ты разрешаешь не иметь слабость и не быть совершенно к примеру да разворачивается я предложил вам тему когда вы смотрите просто вот видите всех этих персонажей до два типа внутреннего ребенка спонтанный революционные то один один тип тип типов и другой вот этот угодливый жертва два типа родителя все применая при нем меня и принимающий все одобряющий и другой тип критикующий назидательный если мы их просто визуализируем и видим как бы вокруг себя но зачастую мы становимся гибче и нам становится легче и принять себя и найти лучшее решение и некоторые прям видно было на занятиях они реально там представляли себе и реально играли в эту игру и я чему говорю еще один компонент который может пригодиться визуализировать этих персонажей учитывая вот эту как это психогеографии и для этого из первичных форм лучше круг это похоже на упражнение которое используется в работе с вот этими субличностями с вот этими самыми внутренними конфликтными частями круглый стол как король артур сделал какую-то революцию в демократии регулирование управления он посадил всех рыцарей за круглый стол где все были равны там даже были стульчики равны чтобы даже высота у них не было разное чтобы чтобы уравновесить все и это было потрясающей силой которая предположительно конечно мифологическое пространство сделала его великим и сам он был равным в этой пространстве и только позже мы поняли начали понимать вообще дары демократии которая на самом деле ну как бы как бы мы не ругались на либерализм там за его болезни но все-таки она все это все равно лучший путь эволюции более совершенный и что естественно видно по контрасту стран демократических развитых и стран авторитарных все равно демократические создают лучшие условия для жизни все равно люди туда стремятся несмотря на все их недостатки и чё же если они такие умные чё же не строим то не ходят организованно то умнее но вот но вот да значит демократия во внутреннем пространстве это круг в котором мы можем быть в центре круга или наблюдателем со стороны этим тоже можно играть и в принципе мифологическая компонента наверное всех всех традиций включает универсальные символы круг крест квадрат центр дерево там три мира изображаются как круг ну типа там нижний мир людей мир богов выше для чего это нам может понадобиться с визуализациями с арт-терапией мы можем находить свое место внутри этого круга и мы можем все что в нас внутри происходит и все что снаружи расположить найти для сего места так чтобы все было в гармонии найти для себя в этом место уравновесить я надеюсь донес эту идею то есть своем кругу мы можем вместить свои невыносимые реакции своих демонов найдя сказать вот он сейчас центре он занимает это пространство он большой мы говорим о том что о он выполняет какую-то работу хорошо если ты ее поймешь услышишь поговорить с ним в визуализации или просто констатирует здесь вот здесь почему-то он выполняет какую-то работу даже если ты ее не понимаешь а что еще там есть и играя с этим ну проще всего в образном пространстве почему гибко в рисунках придется один за другим рисовать дополнять перерисовывать там сказки нужно все время пере переформулировать и и пересказать до придумать довести перерассказать то с визуальным там быстрее все происходит но опять же если человек удерживают образы и опять же в наше влияние как ведущего тоже на фоне там тоже создает или наоборот дезорганизует так бывает картину клиента но так или иначе этот образ для людей без психических отклонений очень очень классный а кстати да в эту тему кризисной психологии вспоминаем потрясение в сша 11 сентября когда получилось так что люди живущие в безопасной стране вдруг пережили такой удар по чувству безопасности такое количество людей такой ужас что при всех при всех ее механизма психологической помощи не хватало не хватало достаточной помощи для того чтобы охватить всех кому нужно и один из методов который показал свою эффективность это было рисование мандал и там был минимум инструкций листочек круг я не помню чё я не могу точно вспомнить что именно там говорили то ли заполните цветами то ли просто дорисуйте а ну бишь на листочек круг но это чем рисовать по возможности разные и даже интерпретация была второстепенной человек когда вот с кругом имея дело он склонен это один из компонентов нарративной природы мозга нарративной природы человека приписываем это мозгу не будем углубляться да мы склонны к тому чтобы все таки найти гармонию найти смысл и также работает нарративная терапия нарративный коучинг когда мы рассказываем историю мы ее переформулируем когда нам предлагают еще раз перерассказать еще раз если даже никаких особых там подсказок инструкций там типа веди туда защитника а кто был тем-то акты кем был ты даже если вообще без инструкций просто говорит так расскажи еще историю а ну-ка расскажи теперь а ну-ка расскажи теперь и оказывается история была все более с каждым разом все более целительной по своей природе в ней появлялись компоненты примирение нахождение смысла что там еще может может быть найти новые новые горизонты история стремилась стать психотерапевтической даже если не было каких-то там прямых подсказок так работает наша психика так работает наша душа если рисуют если люди там 10 дети играют там как те дети то что мы вспоминали после вот этого потрясения с этим землетрусом землетрясением когда дети начали из мата встроить вот эти постройки и заваливать они хотят отыграть эту историю завершить и переиграть они хотят таки может пере успокоить душу вот так вот и это принцип по которому можно тоже как бы там работать с невыносимым с ужасающим найти для него место дорисовать все остальное перерисовать еще раз вообразить кто там еще есть увидеть всех персонажей истории а для этого нужно быть или посредине или стороне и тогда у вас получится увидеть их силу и их дар я надеюсь через метафоры я могу преподнести большую объемную тему а вы примеряете ваши инструменты как туда впишется как с вашими инструментами лучше там работать один будет хорошо визуализировать другой просто сам плетет истории вдохновляющие так бывало я просто для клиента придумал сказку историю бывают люди вот особенно вот потрясение да он ступоре у него плохо работает все и я убаюкивающим голосом интонациями рассказываю о том что это было много раз в разных историях и фига сказках даже в тех которые у тебя в детстве вдохновили вдохновляли тебя даже влияли на тебя я рассказываю эту байку и психика человека уставший утомленная хватается за возможность отдыхать я для него рисую это мне напоминает старую добрую историю не всегда недоброго как раз как правило то мне напоминает вот этот самый я ему рассказываю предлагаю вообразить себя или это мне напоминает и мне напоминаешь такого-то я сам создаю эти истории эти образы бывают смотрим на клиента и смотрим как что ему позволит его ресурс а что наоборот может быть даже благодаря его утомлению а потому что он легко пара симпатику проваливается в соответствии истории которые я рассказываю заходят прям в глубину него затянуть туда легко а я к тому говорю что вы эту прикидываете как вы в своей практике можете вписать вот эти самые психогеографии вот эти самые геометрические формы вот этот самый круг как все невыносимое найти для него место потом посмотреть что там еще есть что его балансируют 6 на самом деле что-то балансируют иначе бы вы этого не выдержали значит чтобы есть оглянитесь вокруг ну как в персонажах если по кругу рассадить персонажей 5 персонажей эрика берна вы обнаружите что вот этого самого там внутреннего критика возможно сдерживает все-таки спонтанные ребенок которые хер тебе нет не сделаю а вот так вот и хочу уже в формате революционного и мы говорим о внутреннего критика одна сила и отправильного авторитарность такая уверенность а у этого сказала сила не хочу вот что ты мне сделаешь а вот не буду ты человек переходит из одного состояния в другой балл то что это нейропластичность такой нащупать да не ну все на своих местах не надо всем строим ходить закон мозга психики нервной системы демократия каждый должен быть собой он выполняет работу и когда ты обнаруживаешь о есть ты есть а ты до сих пор сдерживала я тебя даже не поблагодарил за это спасибо тебе и они друг друга могут убалансировать вот этот принцип я хотел уже по ходу дело тоже предложить для простых работ так она скажите а у кого-то вот когда я быстренько в начале делал вот говорить а давайте быстренько ресурс а давайте вот усилим а давайте перебирать выберем усиленный а потом вернемся получилось вот очень быстро но очень сильно хоть у кого-то да да андрей получилось я в принципе это делаю чтобы ну курс у тебя интенсивный домашка и я без этого просто не успеваю ничего делать поэтому это приходится делать чтобы хотя бы успеть сделать домашку пересмотреть видео и иначе выпадаешь класс 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 а и сейчас я обращаюсь на самом деле ко всем у некоторых просто но в голове нет этого я знаю это часть нашей культуры нет этого концепта все нужно делать тяжело все нужно делать вот через силу я пытаюсь там прямо косвенно донести идею игровой способ на самом деле очень классный и очень и и он реально может позволить сделать тяжелую вещь легко я помню это просто вот продемонстрировал арнольд миндал процессуальная работа когда он просто вот по моему спонтанно это дело тут и часто вот он позволяет себя спонтанировать прямо на сцене и он говорит посмотрите вот нам но я не помню общем что он говорил короче говоря этот стул чтобы передвинуть этот стул нужно приложить усилия и парадокс том что нам кажется что для того чтобы приложить вот передвинуть его нужен минимум движение минимум каких-то там минимум действий соответственно подходит его поднимает переносит ставит это видно вот то усилие которым вкладывают и парадокс том что его можно передвинуть намного легко общение экономия усилия и он как-то закружился в танцы в танцы просто подхватывает и переставляет и ты смотришь ну вроде как на много действий а усилий я была танцевал все это время я помню уже после воркшопа с габриэлой рот нас создала одно из танцевально-двигательных процессов не совсем терапия 5 ритмов через пару недель я заметил что все что я делаю как-то немножко вот делаю пританцовывая внутри давалось намного легче без лишней драмы туши вы говорили мысли второго рода вот эти терзания как-то все в танц так ну что же сейчас посмотрю по вашим комментариям новая ресурсная фраза спасать так так получалось установка я побуждаю свое бессилие много смысл энергии дает вот ага творчость работе допомогает и луна может позбавитись від страху помилки что может что-то пустите при допомозе страх паралізуя дихая похлопает себя а раз импульс то щадым по голове наверно напряжение или боль в голове до мало того смотреть все же можно же творчески даже к своим вот этим внутренним терзанием и к этим персонажам отнестись визуализировать их ну кто там бьет по голове это сильные внутренние как правило критик и ты берешь него входишь там себя по голове воображение бьешь вот это у меня силища вот это я злая вот это вот моща вообще как это силище наполняет и в другом персонаже который жалкая жертва не хочется тебя пожалеть и ты перестаешь к этому серьезно относиться и чувствую что и то и другое имеет смысл и то и другое игра игра и ты страх помылки отличная вещь но у него есть энергия мы возьмем энергию но приглушим немножко вот эти терзания что со мной что-то не так нормально волноваться и стараться работать аккуратно классно а вот грызь себя и отказываешь критику там булю показываешь спонтанного ребенка тебе туда нужно дополнить прям визуализировать и визуализируя и пусть он визуализированный ответить легче будет все принимающего родителя но полезнее будет вот этого ребенка должны ли быть границы между секторами в круге суши классный вопрос потому что я его ни разу не поднимала он как бы есть он есть и я видел круги которые рисовали как воображение так и на бумаге которых были четко очерченные границу и в которых были линии соединения об этом помогает уилбер когда-то говорил есть граница есть линии соединения ну то есть вот берег это линия соединения воды и земли или там песка при этом нет нет линии не между песком и водой но есть отдельно вода и песок я метафорически пытаюсь донести идея надеюсь она заходит тех кто очерчивают у них немножко сложнее с контролем банди ты лучше чтобы они были гибкие но не надо любить и подталкивать спасибо что наполнить опять ритма вообще офигительно я думал еще успеть просто делать короткие видео типа коротких упражнений включая даже как можно себе вот вот так вот танцевальной практикой короткой зарядкой перри перри настроить свои настройки бывает такое что надо угу тяжело и долго сложно хочу тоже самое делаешь тоже время но намного легче и просто весело мало того ну для зрелости нужно оперировать там есть у тебя надо ты меняешь при нужны принуждение да я меняешь я должен на я выбрал я выбрал это делать я знаю почему я это делаю я выбрал согласиться это дело из реалии тут есть такая техника даже да это как вот в этих самых принужденных фразах менять я обязан я должен я то-то на я выбрал это делать я выбираю это делать еще лучше спонтанность тяжело дается потому что мы пытаемся быть спонтанными даже вот концепция да вот лингвистически пытая в пытаемся быть спонтанными заходя в язык этого критика то есть тяжело дается во первых слово тяжело во вторых это нужно делать а спонтанность эта игра все легко вообще не все никто ни к чему не принужден я дойду прикольный способ а ну давай искать но этого много в теле то есть мы вздыхаем и дышим и подключаем вот это все мы выражаем свое недовольство а кстати да ну что вот разрядить вот эта напряженность вот вот эти привычки то есть вроде бы и хочется быть спонтанным вроде бы и понимаешь это правильно трудно отпустить не получается рад был рай да грехи мешают не дают тело тело в данном случае let your body flow and your mind will follow подключаем все вздохи вот это все опускать челюсть расслабляет шею чтобы руки не держали тело там типов я все контролирую тоже подключаешь добавляешь немножко эмоций и чтобы не успевать входить вот в это я делаю это на автопилоте как-то вот нужно это делать это же техника это же серьезно это же важно не дать себе просто сделать паузу как в ребенка почему дышу без пауз пауза это пространство внутреннего контролера а ты даешь его подожди немножко пусть тело эмоции сами как-то с гармонизируются а ты уже догонишь процессе и быстро добавляете туда интонации которые связаны с эмоциональностью и не даете себе дышать одинаково размеренно подтягиваться даете телу вести вальсировать вас пусть она делает что хочет и не давая ему делать это одинаково формально и так далее можно распаковать его и спонтанности тяжело это просто из из разных участков гердой системы что-то делать игра есть природа всего тяжелого ничего не может быть хочу теперь ты три по вспомнить и в интервизии они прекрасно своей простотой и естественностью там дается там главное в том что передала сама создатель габриэла рот и ее ее музыканты большей части это музыкой все делается просто пять типов музыки под пять ритмов жизни ты человек ловит себя в способностях связанных с ними в танце спонтанно когда двигается не успевая думать и он осваивает способность быть пластичным текущим способность быть настойчивым твердым способность пылать и быть спонтанным отпустить контроль порхающим легким и способность объединить все вместе и быть цельным во всех своих проявлениях и соответствующие типы музыки просто помогают просто танцуют глаз так музыка 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 так что у нас по уже час прошел я думал обсуждать же ваши проекты успеть но правда я рассчитывал что у меня уже будет все это все ответы на все семь ответов давайте так тогда я сегодня успею просто вот поговорить с теми у кого есть готовые темы готовые вопросы готовые вот сырые варианты которые требуют там и моей подсказки прям слух задавайте а уже остальных я буду ждать в переписке когда уже будут ну как бы уже четкий ответ на все 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 вопросы хотя они могут выполнить там 90 процентов всего можно задавать андрей да так у меня первый вопрос был смотри вот до твоего курса я часто пользовался каким инструментом я сильно чувствую других людей я ну как бы рассказывал что я чувствую например пришел парень с агрессией на отца я вот прям видел его отца конфликт его с мама я объяснял что это не он тебя ненавидит а ну там твоя мама ему изменяла его не принимала он в тебе видел ее ему было обидно и это ну чек действительно то есть я это проверял много исследовал что это не мои фантазии но на курсе я ну в принципе у часть гипнотерапии я понял что ну надо почаще самого человека спрашивать а что ты чувствуешь что ты думаешь и мне интересно вот знаешь отшлифовать где вот эта грань этим создавая пространство я пользуюсь исключительно редко просто когда человек в ступоре если не в ступоре лучше ему просто что ты можешь делать это предлагать ему просто побыть в этой роли так теперь побудь папой теперь побудь этим ничего не навязываешь ничего что хочется сказать чего не лезет что не можешь что мы и вопросами можно вот расшевелить но то чтобы он абстрагировал там самое сложное абстрагироваться от своих обид более желаний там от той же месте которую мы обсуждали что она там всегда есть делать его неправильным я использую там вот когда я обучаю предлагаю технику просто как абстрагироваться как переходить из одного персонажа в другой там типа делать это в несколько этапов типа когда ты действительно когда ты действительно формулирую готов почувствовать перейти а это очень важно если ты готов перейти в него в его роль в его шкуру там делая киваешь первый раз мы ли там когда там я работаю там использовал карты допустим прикасаешься вот эта карта он вот когда ты реально хочешь почувствовать увидите эту перспективу что там прикасаешься к ней одним пальцем согласен я согласился почувствовать непредвзято иногда и прямо этими словами усугубляю это непредвзято потом когда-то при когда ты готовы это физически почувствовать прикасаешься вторым пальцем и по мере того как ты чувствуешь все что связано с этим состоянием, с этой ролью, ты прижимаешь палец. Когда ты готов перейти из себя и стать этим человеком, посмотреть на себя его глазами, прижимаешь третий палец. Вот такая поэтапность используется. И чем больше ты осмеливаешься позволить себе посмотреть по-другому, тем крепче ты в контакте, тем сильнее прижимаешь. И в три этапа человек походит, и ты не навязываешь ничего, просто есть там простые открывающие вопросы в данном случае. Ты смотришь на себя в каком-то возрасте, то-то-то, что ты видишь, что ты чувствуешь, как тебе в этом, хочется ли что-то сделать, сказать. И ты видишь, что человек перешел или не перешел. И ты так нескольких персонажей вошел, и потом выводишь его, говоришь, что ты узнал из этого, что в этом важно. И ты в коучинговом формате остаешься. То есть ничего тебе не нужно никуда водить, если правильно задавать вопросы. Спасибо. Андрей, второй вопрос про панические атаки. Это вот уже в тему позиционирования себя, чем работающим нет. У меня затык по поводу панических атак получился. Объясню почему. Я часто сталкиваюсь с людьми с паническими атаками. Обычно это люди, знаешь, которым, ну, допустим, люди принимали психоэффективные вещества, им разобрало, они куда-то копнули и не понимают с этим жить. Или просто вот этот экзистенциальный кризис, у человека повысилась чувствительность, у него паника. Я вижу это, знаешь, как человек шагнул за грань личности, ум не понимает, что с этим делать, все. Я с этим часто сталкиваюсь. У самого это я в Киев переехал, у меня были 4 месяца сильнейшие панические атаки. Просто кто-то ко мне ближе, чем на 3 метра подходил, у меня была боль и истерика. Так как слишком много... Короче, вот с этим я работаю. Но я не понимаю, ну, допустим, есть же вот люди там с горячих точек и панические атаки. Я не понимаю, ну, знаешь, как эта же штука серьезная, я не понимаю, где я могу взять ответственность, где нет. Я как бы не встречал панических атак, с которыми я не справлялся. Но я не работал с военными жертвами насилия. Мне сложно определить свою компетенцию в этом. Да, там не та же самая работа. Там немножко... Да, вот... Ну, лучше бы, учитывая, что у тебя нет клинического образования, лучше бы пересылать все-таки. Ну, и доучиться получается. Если ты видишь человека, ну, как бы человека очень гибкого, жизнестойкого, мотивированного, ты можешь предложить, я готов поэкспериментировать, но пойми, это как бы путь эксперимента. Вот по-честному так предложить. Ну, чтобы у тебя, для тебя, да, чтобы ты почувствовал, что там внутри, пропустил через себя там и так далее. Ну, вот в этом смысле, возможно, это пойдет. Вот, но тогда, честно, предупредить и использовать весь вот этот спектр нужной информации, который, ну, который есть вот в цикле видео и в той статье про паническую. Скажи, а в какой сфере вообще вот нужно образоваться, чтобы, ну, как это, официально и более уверенно вот с этим работать полноценно? Да, клиническая психология или как, медицинская? Да, клиническая психология или психиатрия, или невропатология. Ну, есть это три сферы, в которых можно с этим работать. Благодарю. То есть можно просто работать в дополнении с клиническим профессионалом. Ну, то есть там есть психиатр, которому, ну, не до психотерапии, большинство уже сейчас уходят. Ну, просто у них нет времени, клиентов много, потребностей много, диагностика, фармакология им остается. И там короткие встречи, чтобы пересмотреть, что там. И вся тенденция мировая к тому, чтобы работать в командах. В этом смысле может быть уместно. С каким-то клиническим профессионалом работать в тандеме, если он знает, что ты делаешь, как ты делаешь, ты ему там говоришь, вот на терапии такое. Ну, я такой модели привык в США. Да, там клиент приходит, я делаю первичную диагностику. Он там, когда там психиатр принимает, он смотрит мои бумаги, в принципе доверяет, пересматривает и может поменять диагноз и назначить чуть-чуть другой курс лечения. Мы пересекаемся, мы общаемся на эту тему. Я потому что, знаешь, с одной стороны столкнулся, что вроде образования нет, с другой стороны, мне это очень интересно, ну, скажем так, острой ситуации. И с третьей стороны, ко мне бывают, попадают люди после психиатров, 3-4 года, ничего не помогает. Какая-то одна расслабляющая сессия и все проходит. И я прям не понимаю, ну, что это за психиатры, которые 4 года лечат то, что решается за один день расслаблением. Ну, как-то, не знаю, интересно это все очень. Ну, да, эта сфера пока еще такая очень мутная. В Украине, ну, в общем, там... И в Турции. Это сфер, которые живут в этом... А, в Турции? И в Турции, и в Украине, да, если. А, ну, в Турции я просто не знаю, как там медсистема работает. Вот это, конечно. Ну, в принципе, да, бывало так, что просто... Вот есть сфера, сфера вроде клиническая, но не их. Вот не знают они. А я смотрю, вижу, ну, так это же тема контроля. Давай, я говорю, чук-чук-чук. Просто он... У него нет в голове этого измерения. Но есть вещи, которые он чинит, которые другой не починит. Там без фармакологии в принципе не диагностируют. Ну, вот есть вот такие вот странные вещи. Голова предмет темный. Исследование не подлежит. Так вот. Практически что делать? Значит, работа из реалистичного, да. Есть Яна Штайгер, диагност. Она пока дает возможность. Она в принципе, ну, как бы ее цена, ну, очень доступна. Вот она неплохой диагност. И при этом она очень хорошо понимает и психотерапию в целом. Она и занимается. И при этом она знает мой метод. И знает, что там возможно. И она диагностирует, дает рекомендации, прикидывает. Там, если вы с ней пообщались, она примерно представляет, как ты работаешь. Она дает рекомендации, что можно, что нельзя. Кого нужно психиатру, кого можно примерно такой терапией. Учитывая, что у нас практически общий язык. Потому что, ну, ты ее послушаешь там. Если ты бывал там в нашей, вот она тоже проводит занятия дыхательные регулярно. А повтори, пожалуйста, имя. Яна Штайгер в нашей переписке вот в чате в фейсбуке. Диана Штайгер. Яна Штайгер. Яна Штайгер. Яна. Да. Так ты мне мои книги в фейсбуке, я тебе скину. Там она просто... У нас есть общая группа, где те, кто у меня учился, проводят вот эти самые сессии. И многие говорят, а она же твоими просто словами разговаривает. Понятное дело, что у вас общий язык, и она понимает, куда, кому, кого, что порекомендовать. И слова она скажет, те, которые тебе будут понятны. Ну, после вот этих многих сессий с нами, которые мы проводим. И это оптимальный вариант сейчас. То есть вот тебе диагноз, не психиатр. Потому что психиатра я еще там не нашел, с которым вот я вот так вот, чтобы классно. У нее есть там, как его, ведущий блога. Но, правда, он малодоступен. Мы туда отправляем только, ну, когда совсем уже хреновый случай сложный. Лучше, конечно, кого-то, кто в доступе есть. Чтобы не через месяц, а ближайшую неделю. Вот такой формат можно. Класс. И третий вопрос, последний. Я извиняюсь, что на себя столько внимания забираю. Работали в группах. Я проводил две сессии. Легко получалось, мощно. Ну, вот я видел, что, ну, как, ты уже всех зарядил. Всем понятно, что как, легко идет. Вчера работал как бы с другим человеком. И ощутил, что сложнее и более поверхностно получается. Знаешь, как, чем дальше от тебя, тем сложнее. Тем я больше вижу, ну, там, что телесный узел нужно отработать. То есть, тем сложнее. И у меня такой вопрос. Ну, пока еще есть доступ к тебе. Как вот этот поток удержать? Как, знаешь, чтоб не было такого, ну, не потерять это качество. Не потерять вот эту отсылку на то, что пока есть курс, непонятно, что учить. Как добирать. Как вот эту нить удержать? Не, ну, тут только практика еще. Делать больше. Делать больше. Держаться в сфере, там, очень большое преимущество, вот, в связи с онлайн-программами, эти группы, в которых люди практикуют друг с другом. То есть, у меня уже сколько раз было, там, программа прошла. Люди друг с другом работают, друг другу делают, заряжают друг друга. Они еще в пространстве, дают обратную связь, этим можно пользоваться. Ну, вот так. И эти два ресурса. То есть, один, ну, нужно набрать своего опыта, найти границы компетенции. Второе, это помощь друг другу. Ну, и третье, конечно, будут еще программы. Это же, ну, как бы основы, по сути. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Но дышал так, что насладила очень и лень все. Сюда же динамические венитации. Я их меньше люблю, честно говоря. В них меньше чувствовать себя и больше выплескивать, забалтывать. То есть, там мало контакта именно, ну, там намного меньше контакта с собой. Как они организованы, как я понимаю, что в них был социальный запрос. Они, ну, когда они там, ну, о, что их завез в США. Когда в тот, я не помню, какие-то годы были, 80-е, по-моему. Ну, когда для народа было важно сбросить вот эту зажатость, очень быстро открыться, раскрыть себе вот эту внутреннюю свободу, они были уместны. Сейчас они, как мне это, ну, как бы, я не знаю, устарели, мягко говоря. А это, Габриэл Ларо, очень даже в тему. Так, опыт с паническими атаками работало соматически, с расслаблением, уходят атаки у людей. Ага, делишься досвид самодопомоги, сейчас ПА, метод ДПДГ. Насколько вот я столкнулся, нет универсальных методов, лучше иметь отмычки разные с паническими атаками. У них действительно есть отличия и у военных, и у мирных, есть свои особенности. Ну, это, я так понимаю, не вопросы, а хотя этот, может быть, и вопрос, да? Досвид самодопомоги, сейчас панических атак... А, нет, это комментарий, использовать ДПДГ. ДПДГ, он в этом смысле, в классическом смысле, он может быть, вот если самопомощь, вероятность попадания, там, процентов 70, и еще есть 10 процентов даже ухудшения в классическом его виде. Чуть-чуть лучше использовать флеш-метод. Но, по сути, это та же работа с ресурсом, просто что с вот этими самыми, с конкретными физиологическими сдвигами. Ну, и, конечно же, важно распознать все его компоненты, вот этой панической атаки, и ядро, из-за чего она больше всего муляет, пугает и так далее. То есть там еще важен такой принимающий-понимающий компонент. Когда ты говоришь, да, тебе кажется, что ты сходишь с ума, что ты поломался, ты не гладяешь собой, нормальная реакция. На ненормальное обстоятельство. Самое худшее в этом, наверное, то, что кажется, это можно накрыть любой момент. Или там самое худшее, что ты чувствуешь себя несчастным, безпомощным. И ты вылавливаешь вот это зерночко самого худшего, признаешь его, и на фоне этого работаешь. Можна запитание? Так. Я попробую его сформулировать. Трошки воно как-то... В работе останні пару дней у меня з'являются клиенты саме с внутренней опорой, внутренней, якої нема. Тобто, внешняя была опора, и тут в них все рушится, и вот в них вистачает внутренней. Но тут такая ситуация, когда я, например, акцентую на тело, этого не достаточно. И когда я працюю с телесным узлом, виходит все-таки, я дохожу до ядра, и виходит мне оця дитячая, в основном, позиція, ясно, тут не хочу, не хочу, відповідальность кидаю, або на чоловіка, або взагалі на всех, и впадаю в жертву. И я все-таки прибігаю до ситуации, ну, до своей, как бы я раньше працювала, поедную и повертаю частину души, когда вона, какая-то ситуация, да, склалась в дитинстве. Вот для меня было вчера открытие, когда это был ресурс. Потому что до этого была травматичная ситуация, да, в основном там взял, ну, а тут вчера девушка сказала, что я вот чувствую, когда поддержка, когда ее тато ее нис там на руках, да, вот этот позитивный ресурс. И я так была здивована, что вона в той момент з'єдналася тілом с ресурсным станом. Это для меня было открытие впервые в практике. И скажите, пожалуйста, если это окей, как можно за допомогою самым узла, чтобы не поедать, или это тоже нормально, как, в каких ситуациях разделять и давать эту часть, да, потому что перед этим была девчина, яка просто вивелилась в таку боль, что я прям, ну, відчула після заняття через пару годин, вона мне пишет, что я вивелилась, и я ей набираю, вот частину души, как раз, из детства, я ей повернула, и она прям відчула оценить ресурс, и такая, о, ты меня повернула до життя. То есть, часть тела объединилась. Вот скажите, пожалуйста, как вот разделить, и в каких ситуациях это, ну, вот, ну, честь, зрозумела моя запитание. Так, так, зрозумела, зрозумела. Так, дуже добрый. Не, по-русски буду пока, еще не привычно. Да, получается все правильно. Значит, смотри, я настаиваю, чтобы делать классический телесный узел, уметь его делать, для того, чтобы, а, вы научились отделять зерна от плевел, и научились работать все-таки вот предельно сжато-коротко, и держать клиента вот это, знаешь, вот взрослой позиции. Но иногда это неуместно. Но мне нужно, чтобы вы это умели. Если вы наткнулись на большую, беспомощная, человек не уходит, конечно же, нужно дать ресурс, особенно если у тебя есть такая мощная вещь. Но там, правда, нужно уметь оперировать ей, потому что там же можно на бобну наткнуться. Но если ты делаешь, что не первый раз, ну, я так понимаю, что ты умеешь там обойти, и найти именно ресурс. Норм, все правильно. Мало того, сейчас вот тенденция такая, что большая часть людей, с которыми нам приходится работать, они уже как бы, ну, смирились с реальностью войны, и это не настолько минное поле, можно уходить в психотерапию. Но освоить оба способа работы необходимо. Все, дякую. Да, дякую. Просто, ну, нужно было доделать психотерапию, не вопрос, доделываешь уместно, все правильно. Просто думаешь, надо бы и пару телесных узлов сделать там, со студентами, ну, с нашими участниками, потому что, ну, более-менее, мы же более-менее в устойчивой ситуации. Вот, чтобы было и мне понятно, и чтобы вот это все от зубов отлетало, и чтобы понимать вот эти самые, вылавливать, что там за элементы, и что за ними сокрыто. Так что все правильно, возвращать вот эту часть души, отличная вещь. Мало того, это же вписывается в том, что мы говорили, знаешь, собрать все наши компоненты, как полноценные, нормальные, и детскую часть. Ее таким образом возвращаешь на место, с тобой все в порядке. Ее можно использовать, потом перевести в то самое взрослое пространство. Ты приняла, ты почувствовала, смотри-ка это в тебе. Ты вернула ее, целостность вернулась, ты цельная. С тобой все хорошо, с тобой все в порядке. И ты транслируешь, создаешь новый нарратив, представление о себе, который состоит из всего, чем клиент был. Так что да, надеюсь, что ответил. Да, да, все, дякую описание. Я просто хочу видеть и то, и другое. Ну, особенно там именно телесный. Так. Угу, угу. Я пою. Так. Угу. 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 Вот прям сейчас, вот я так понимаю, уже приехал вот сюда вот ко мне давний боевой товарищ, человек, один из тех героических людей, благодаря которым Харьков не сдали в 2014. Вот и так получилось, что прямо вот совпало, прямо вот я слышу шум, наверное, я надеюсь, что уже здесь. Ну, что он прожил сколько? Два месяца в оккупации. Под старым, ну, в этом, под старым Салтовым. Вот. А вас я оставлю с этими заданиями и дать по ним обратную связь. И сегодня, помните, в начале я напомнил вам вот эти вот ежедневные практики. Это видео у нас будет отчасти здесь, отчасти в Инстаграме в открытом доступе, если там пересмотреть. Ну, что же. Спасибо вам. Если что, у кого там накрыло и что-то, у нас есть общая переписка и вы уже умеете друг другу помогать. Все, тогда до новых встреч. Я пошел.